Посчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства ГАСЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА 15.50, 16 февраля 2019 года Посчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства Фото, Александр Криже, РИА Новости Фармацевтические компании могут лишиться 2,5 миллиарда рублей годовой выручки, если раздравнодзор запретит рейспал французской компании лаборатории Сервия и все другие препараты на основе фенспирида Это станет первым случаем за много лет, когда с рынка отзывают такой популярный медикамент Об этом сообщает РБК Решение об изъятии препарата было принято самим производителем в связи с тем, что французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило продажи всех лекарственных средств, содержащих фенспирид Исследования на животных показали, что действующее вещество может вызывать аритмию Хотя клиническая значимость результатов не установлена, препараты было решено изъять из обращения в целях предосторожности Представители лаборатории Сервии заявили, что риск развития аритмии низок, однако раздравнодзор уже возвращает рейспал поставщикам и производителю По словам экспертов, для российского рынка ситуация является беспрецедентной Как посчитала аналитическая компания RNC Pharma За 2018 год продажи всех препаратов, содержащих фенспирид, составили 2,7 миллиарда рублей Это эквивалентно 11,1 миллиона упаковок лекарств Продажи лекарства росли год от года Динамика к 2017 году составила 14% в рублях и 9% в упаковках Прямой замены препарата не существует, поскольку он совмещает в себе сразу же противовоспалительный и бронхорасширяющий эффект В то же время его запрет не является критичным, поскольку эрейспал, в основном, используется при простудных заболеваниях и может быть заменен на другие отхаркивающие и противокошливые средства Больше важных новостей в Телеграме, канале Лента дня Подписывайтесь 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 Подписывайтесь